Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Дарья Тренкина, я старшая научная сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. И сегодня мы с вами продолжим наш курс лекции по низшей мифологии Японии, и я вам расскажу про самых известных персонажей японской мифологии. Это лис. Лис японцы вспоминали буквально начиная от Средневековья и заканчивая второй половиной XX века во всех случаях, когда происходило что-то таинственное и непонятное, и даже если речь шла о каких-то других йокай. Например, принц Гензи из Гензи Манагатаря, такое замечательное произведение золотого века японской литературы, периода Хаян, он в какой-то момент, когда его возлюбленную буквально атакует привидение, первым же делом думает о том, не проделки ли это лис. То есть буквально лисы во восприятии и фольклоре японцев средневека занимали лидирующую позицию. Сами лисы в Японии проживают на всех островах, кроме острова Сикоку. И селились они как раз на границе между культурной зоной, где жили, собственно, люди, где были их поля, и зоной дикой, собственно, леса, горы. И вот на этой границе, разумеется, контакты лис и людей были многочисленны. Первое же упоминание о лисах относится к такому произведению, как Нихон Рюйки. Это сборник буддийских притч конца 88-го, начала 9-го века. Так вот, там есть замечательный рассказ о том, как жил человек, который искал себе жену. Он ходит по разным провинциям, ищет себе жену, и в какой-то момент встречает прекрасную девушку. И вот эта прекрасная девушка, такое совпадение, тоже ищет себе мужа. Они встречаются, влюбляются, женятся. И вот именно в тот момент, когда рождается ребенок, у собаки, которая жила в их хозяйстве, также рождается щенок. Этот щенок не взлюбил молодую жену. Он бегал за ней, тявкал, но в какой-то момент он буквально ее подстерегает и не то чтобы набрасывается на нее, но просто вылетает из-за угла с громким гавканем. Это очень сильно пугает женщину в такой степени, что она оборачивается лисой и прыгает на изгородь. То есть буквально это была лиса все то время. И по неписанному закону, таких нарративов, если лису раскрывают, то она обязательно должна уйти. И эта лиса покидает своего мужа, покидает ребенка. Муж не может с этим примириться, и он буквально ей говорит о том, что, пожалуйста, вернись, приходи и спи со мной. И буквально в японском языке вот само слово кицуне, которым обозначаются лисы, оно действительно может быть так расшифровано. То есть через глаголы куру приходить и глагол неру спать. Но это, конечно, народная этимология. Скорее уже, когда люди пытаются какие-то названия подобрать известные им слова. Но тем не менее, как и во всей народной этимологии, такого рода легенда прижилась и закрепилась в фортлоре. На самом деле сам мотив вот этих лис невест, он чрезвычайно распространен в японском фортлоре. Есть и хорошие примеры, как у нас было сейчас. Самым известным примером вот такой заботливой матери и доброй жены является, конечно, легенда о Кудзуноха. Кудзуноха — это лисица, мать волшебника, самого известного волшебника японской мифологии Абэно Сэймэй. Это такой вот, я не знаю, если в европейском эпосе это Мерлин, то в Японии это Абэно Сэймэй. Так вот, мать у него по легенде была лисицей. Сейчас эту легенду очень часто относят к периоду Хаян, но первые упоминания о ней появляются только в период Эта. С чем, собственно, она заключалась? В том, что в какой-то момент то ли сам Абэно Сэймэй, когда он был маленьким, то ли кто-то из его врагов, он подстерегает мать и обнаруживает, что у той есть лисий хвост. Кудзуноха, крайне печально этим фактом, вынуждена уйти. Но напоследок она складывает трогательное стихотворение, которое посвящает, собственно, своему сыну и говорит о том, что если ты хочешь встретиться со мной, то приходи в лес Синода, в Идзума, там, где видна обратная сторона листьев плюща Кудзу. Отсюда и ее имя. Кудзуноха. Ха – это лист Кудзу. Название растения, оно – это обозначение родительного падежа. Но вот пример как раз злой, скажем так, лисицы невесты – это, конечно, Тамамономая. Тамамономая – это замечательный эпос, такой вот средневековый, который буквально передавался в разных интерпретациях в нескольких источниках. В чем, собственно, он заключается? Суть его такова. Тамамономая появляется изначально в Индии, в Китае, потом в Японии. Каждый раз ее раскирывают, она превращается в лисицу, перелетает в следующую страну. Чем она занимается? Она обращает на себя внимание правителя и начинает склонять его козлу. То есть в случае с Китаем, например, правитель просто начинает сжигать своих же людей и, соответственно, доставляет вот такое удовольствие этой достаточно злой лисице. В Японии же у нее это не получается. В Японии ее раскирывает придворный заклинатель, который хитростью заставляет ее участвовать в обряде по изгнанию злых духов. То есть она буквально изгоняет саму себя. Она очень недовольна таким раскладом, улетает, ее преследует и в какой-то момент она буквально обращается в камень Сессиосеки, который по одной из версий этой легенды все еще находится у горы Насу в провинции Тотиге. И 5 марта 2022 года этот камень внезапно раскалывается пополам. То есть что это значит, как это в итоге отразится в фольклоре, это, конечно, вопрос будущего, но, тем не менее, само это имя все еще в японском фольклоре присутствует, в том числе вот в даже обозначении, скажем так, природных достопримечательностей. Обращение в прекрасную девушек это только одна из черт лисьего колдовства. Она называется Бакеру, а существует также Дамасу. Дамасу это буквально наводить иллюзии. И примеров в японском фольклоре очень много. Например, если мы с вами возьмем такое замечательное собрание стародавних повестей, там есть много рассказов про лис. Среди них есть как смешные, так и достаточно трагические. Существует рассказ о некой фрейлине, которую вызывают в усадьбу Юрикиё, помогать по хозяйству. Она туда добирается, привозит с собой своего ребенка и несколько дней действительно помогает, потом возвращается с себя домой за некой надобностью и обнаруживает там все того же посланца, который, удивлен ее отсутствием, говорит, что они ее так и не дождались. Она в панике приезжает на то место, где она уже была, и обнаруживает там пустоту. Там нет ничего, там поле мисканта, и вот среди, собственно, вот этого мисканта и она обнаружит своего ребенка, который сидит и горько плачет. Но лисы иногда создавали иллюзии не вот только для того, чтобы, не знаю, причинить кому-то страдания или из-за азарства, но и в целях спасения. Например, в какой-то момент, все в том же Кандяку Монагатарисю, мы видим эпизод, когда лису ловят, она превращалась в девушку, ее раскрывает, ее ловит один из стражников и, собственно, собирается с ней расправиться довольно ужасающим способом. Он везет ее в казармы и проезжает через целый город, он видит знакомые улицы, он видит знакомых ему людей. Но в последний момент оказывается, что на самом деле никакого города не было. Он обнаруживает себя на вершине холма, лиса вырывается, убегает и, соответственно, скрывается где-то вдали, а ему самому еще пришлось до этого города довольно долго ехать. Само лисе-колдовство часто сопровождается определенными спецификами. Например, существует такое понятие во многих, на самом деле, культурах мира, как огни. Эти пронячие огни, они так или иначе связываются со сверхъестественными персонажами. Вот в Японии они связываются либо с лисами, либо же, соответственно, с демонами. И сами вот эти огни, которые появляются из ниоткуда, они очень часто фигурируют, по крайней мере, в драматических произведениях для обозначения того, что лиса здесь колдует. То есть так происходит в пьесе «Есю цыне Сенбонзакура», то есть буквально «Тысяча сакар» «Есю цыне», где лис, помощник главного героя, чтобы защитить его от врагов, он околдовывает их и погружает буквально всю усадьбу в некое такое состояние сна, которое символизирует в том числе и плавающие в воздухе лисии огни. А как вообще отличить лису от человека? Ведь они прекрасно умеют, собственно, принимать облик людей. Очень просто. В японской фартлере существует целая система по развлечениям. Во-первых, лисы очень часто недоговаривают слова. Об этом писал Лавкадио Хюрн. Во-вторых, известное нам сейчас телефонное приветствие «Моси-Моси», оно существовало еще до эпохи, собственно, когда телефоны появились у всех. Тот же Янагита Кунио, отец-основатель японской этнологии, рассказывает о том, что это приветствие использовалось пожилыми людьми, чтобы проверить, не лиса ли их собеседнее. То есть буквально лиса не может сказать «Моси-Моси», она будет говорить просто «Моси». Поэтому, соответственно, очень часто пожилые люди вот таким вот образом начинали разговор. А еще тот же Янаги Кунио писал о том, что среди детей существует поверье о том, что у лисы нет выступающих косточек на запястье. Поэтому, если вы хотите проверить, не лиса ли перед вами, нужно, конечно, попросить просто протянуть руку. Но, как он сам заключал, это было бы крайне невежливо не обращаться же с этим к каждому человеку. Существует также достаточно любопытная история о том, что, разумеется, если лисы такие замечательные волшебницы, многие хотели бы их волшебство присвоить. И такой вариант тоже есть. Люди, которые используют лис для их колдовства, они называются китсуне цукай. Это очень старое понятие, по крайней мере, в средневековых источниках оно встречается под описанием ритуала Идзуна. То есть в чем заключался вообще ритуал Идзуна? Вы хотите убедить лису, чтобы она вам помогала. Как это нужно сделать? Вы находите беременную лису или лису с маленькими лисятами и предлагаете ей любимую пищу. То есть чаще всего это какой-то обжаренный тофу. Если лиса его принимает, то, соответственно, она начинает исполнять ваши команды, рассказывает вам про магию и делится своими различными другими познаниями. Но иногда бывало так, что лиса сама не очень хочет в этом принимать участие, поэтому, собственно, обращается и к лисю. Вообще это кажется каким-то очень средневековым таким ритуалом, но на самом деле он дожил, по крайней мере, до 20-х годов 20-го века. Тогда в журнале Минзорк Торекиси, то есть «Народ и история», буквально была напечатана статья о том, как к буддийскому монаху пришла женщина с жалобами на то, что чувствует ощущение удушения во сне. Монах сразу заподозрил недоброе, просил ее прочитать несколько молитв, она не смогла, и он понял, что перед ним буквально женщина, одержимая лисой. Он начинает общаться с этой лисой, спрашивает, каким образом так получилось. И дальше довольно сложная схема. Дальше оказалось, что эту лису попросил вселиться в эту женщину некий колдун, а колдуну заплатила другая дама, собственно, с которой был муж, и которая, соответственно, изменила ей вот этой самой женщине. То есть она вот таким вот образом попыталась ему отомстить, заплатив, разумеется, деньги. Лиса сама вообще была очень недовольна этой ситуацией, и она говорит, что она бы не стала ни в коем случае в это все впутываться, если бы не то, что этот колдун предложил Тофу ее лисенку, и лисенок его съел. И вот из-за этого ей приходится ему служить. А немножко подробнее про ситуацию одержимости лисой мы с вами поговорим обязательно в следующий раз. Спасибо вам большое за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова